Добрый день, дорогие друзья! Очень часто люди хотят, чтобы у них было сильное сердце. Но, к сожалению, люди не очень хорошо понимают, врачи во всяком случае, не очень хорошо понимают, от чего зависит сила сердца. Вот это я хочу вам сегодня рассказать. Тех зрителей канала, которым не безразлично собственное здоровье, приглашаю на мой бесплатный вебинар, ссылочка на котором находится по описании под этим видео. Дело в том, что зачастую, когда у человека происходит инфаркт миокарда, инфаркт – это острая недостаточность кровоснабжения мышцы сердца. То есть по какой-то причине недостаточный приток крови к мышце сердца. А когда мышца сердца работает, ей требуется достаточно хорошее кровоснабжение. И чем больше оно работает, тем сильнее должно быть кровоснабжение. Ну, как и любой мышцы. То есть сердце – это мышца. Соответственно, если мышца работает много, усиливается ее кровоснабжение, потому что ей для этой работы нужно больше крови. У сердца все то же самое. Если вы даете какую-то сердечную нагрузку на мышцу сердца, а притока крови недостаточно, происходит сначала неприятное болезненное ощущение, называется стенокардия. А потом, если это продолжается, переходит в инфаркт миокарда. То есть острая недостаточность сердечного кровоснабжения, когда клетки мышцы сердца начинают отмирать. Вот как это все происходит. Потом заживление рубцом, рубцевание и так далее, и так далее. Соответственно, когда это происходит, врачи говорят, все, вам теперь нагрузку никакую давать нельзя. У вас сердце слабенькое, вот оно там дохленькое, все, нельзя ни в коем случае его нагружать. Но, друзья мои, вот в чем логика? Вот смотрите, есть мышца, если вы хотите, чтобы она была сильная, вам что, нужно повесить ее и ни в коем случае не нагружать? В чем логика? Или, может быть, вы понимаете, что для того, чтобы она была сильной, надо наоборот, брать гантельку и начинать ее качать, укреплять. Разве нет? А чем отличается сердце? То же самое. Если вы не будете давать нагрузку на сердце, простите, сердце будет слабеть. Оно не будет усиливаться, оно будет слабеть. Самое сильное сердце у кого? У спортсменов. Почему? А потому что они постоянно нагружают свои мышцы. А задача сердца – гонять кровь к органам. А мышца, чем больше она работает, тем больше кровоснабжения требует. Соответственно, чем больше мышца у вас работает, тем больше нагрузка на сердце идет. И сердце становится сильным. Почему? Потому что оно тренируется. Тренируется не только скелетная мускулатура, тренируется еще и мышца сердца. И тогда, естественно, сердце сильное. Когда вы даете нагрузку. Но оно никогда не будет сильным, если вы не даете нагрузки. Потому что закон сохранения энергии – ничего лишнего. Зачем усиливать, держать крепкую, сильную мышцу сердца, если нагрузки-то нет? Понимаете как? А врачи, наоборот, действуют как раз наоборот. Как у человека слабенькое сердце, они начинают еще больше его ослаблять. Мне, например, это непонятно. Поэтому, дорогие друзья, особенно те, кто когда-то уже перенес инфаркт миокарда. Вот поймите, что если вы хотите, чтобы сердце было сильным, нужно его усиливать, а не ослаблять. Если вы будете ослаблять, оно будет слабым. Поэтому здесь есть только один серьезный нюанс. Когда слабая мышца, ее нельзя перегружать. Если вы, например, слабенькую мышцу, вы никогда и 5 килограмм не поднимали. А если вы возьмете 25-килограммовую гирю, не начнете ее поднимать, мышца просто порвется. Вот то же самое и с мышцей сердца. Нагрузка должна быть, но она должна быть постепенной. Слабенькое у вас сердце, нужно его укрепить. Оно понятно. Но укрепить можно только нагружая. Расслабляя, вы не сможете его укрепить. Надо именно нагружать. Но нагрузка должна быть очень-очень постепенной, чтобы не сорвать. Смысл в этом. Поэтому, дорогие друзья, меньше слушайте врачей, когда они начинают вам говорить, лежать и не ходить, не вставать, ничего не делать, нагрузку никакую не давать. У вас слабенькое сердце. Приводите свое сердце в порядок. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Постепенное начало и постепенное, постепенное, очень медленное увеличение нагрузки. И сердце будет приходить в порядок и восстанавливаться. И будет восстанавливаться приток крови к сердцу. Почему? Потому что у нас существует закон, что если мышца работает, увеличивается приток крови к этой мышце. И это касается полностью всех мышц и сердечных в том числе. Вот, дорогие друзья, каким образом вы можете сделать свое сердце сильным. Добро вам на этом пути. Будьте здоровы и приводите свое сердце в порядок. Если вам было полезно это видео, я прошу вас поставить лайк. Потому что тогда и другие люди смогут его больше видеть. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok